Девушки отдыхают Знаменитая троица была кумиром миллионов. В их числе и Ренат Незамединов. Он решил увековечить память о любимых артистах и установил у себя во дворе постамент, на котором расположилась мотоколяска СМД с мемориальной доской. В 1963-1964-м было кино «Операция И» и другие приключения Шурика. Вот они на такой машине ездили грабить склад. Потом был показан фрагмент из фильма «Кавказская пленница». А вот жизнь уже воплотилась, когда я ушел на пенсию. Вот появилась эта в ноябре у меня мысль. Вот в конце ноября мото-коляску я объездил три района. Вот наш, Кумиртауский, Октябрьский и Шарлыкский. Но взял, маячил вот эту, купил. В первоначальном мотоколяска находилась в ужасном состоянии и требовала восстановления. Машина была вся ржавая, отсутствовало лобовое стекло, фары разбиты. Мастера из Оренбурга по просьбе Рената Нуревича привели автомобиль в надлежащий вид. На церемонию открытия постамента пришли те, кто помогал претворить эту идею в жизнь. Представители Совета ветеранов, духовенства, администрации, а также горожане. Историческое образование, насколько я знаю, нет. У Рената Нуревича художественного образования нет. Он не профессиональный дизайнер. Однако вот эта душа, которая любит сюда, смогла создать вот такой прекрасный уголок в нашем городе. Мы все хорошо помним, что мы жили в Союзе Советской Союзной Республики, куда входило 15 республик. Что была на самом деле такая страна. И вот Ренат Нуревич еще в 7 раз нам доказал исторический факт, вот этот поставил постамент. И я уверен, что молодежь, катаясь на современных иномарках, будет здесь сбавлять скорость, проезжать и удивляться, смотреть на эти автомобили. Будут знать, что их отцы и деды катались вот на таких автомобилях. Перекресток улиц Первая Майская и Калинина давно привлекает внимание прохожих и автомобилистов. Теперь же многие с улыбкой и ностальгией будут вспоминать культуру и, конечно, любимые фильмы времен существования Советского Союза. Владимир Прищепа, Денис Тихонов. Новости.